Привет, YouTube! Так как все больше и больше вопросов ко мне возникает по такой технике тест-дизайна как попарное тестирование, и я понимаю, что при выполнении тестовых заданий как на самих собеседованиях, так и тех, которые вам высылают по электронной почте рекрутеры, нужно применять эту технику, я решил записать для вас отдельное видео, которое бы объяснило основные моменты данной. Технике тест-дизайна на пальцах бы показал вам, как ее можно применять вручную, а также сегодня хочу вам рассказать про два инструмента, один онлайн, который не требует предварительной установки, и один самый распространенный PICT от компании Microsoft, который требует установки, но также покрывает большее количество, скажем так, различных функциональностей, про которые я не буду вам сегодня рассказывать в таком погружении, я просто покажу то, то, что использую я иногда в своей работе, и то, что вам понадобится. А уже, если вы захотите разобраться в этом инструменте более подробно, то всегда можно прочитать гайд, который будет у вас прикреплен сразу после установки этого инструмента, либо же найти дополнительную информацию в интернете. Тех основных моментов, которые я скажу вам сегодня, будет достаточно для, скажем так, базовых и рутинных целей, которые можно преследовать при тестировании. Мы с вами уже разбирали такие техники тест-дизайна, как разбиение на класс эквивалентности их тестирования, и также анализ граничных значений, который связан с предыдущей техникой. Они наиболее распространены и чаще всего применяются в тестировании, но чем же хорош Pairwise Testing? Тем, что он позволяет нам уменьшить количество тех тестовых кейсов, которые мы должны проводить, если у нас большое количество различных параметров и значений. Самый такой распространенный пример, который вы можете встретить в различной литературе, либо же в различных статьях в интернете, это форматирование нашего шрифта, к примеру, в Word, либо в Excel, либо в другом программном обеспечении Microsoft Office, так как здесь наглядно можно увидеть, что существует огромное количество различных вариаций этих всех значений, и протестировать их все просто невозможно. Представьте себе, что вам нужно протестировать абсолютно все значения в поле шрифт, в начертании, в размере, в видоизменении, цвет, подчеркивание и так далее. То есть количество таких кейсов получится сотни, а то и тысячи. Поэтому и применяют в таком случае Pairwise. Что же такое Pairwise-тестинг? Это техника тест-дизайна, а если быть более точным, метод обнаружения дефектов с использованием комбинационного метода из двух тестовых случаев. Звучит довольно-таки замудренно, но если объяснить это на пальцах, то это такой метод комбинаторики, который позволяет нам комбинации вот этих двух случаев, к примеру, если мы берем парочку шрифт и, к примеру, размер, то здесь у нас будет сконцентрировано наибольшее количество дефектов именно в этом взаимодействии двух различных случаев. Если мы берем, к примеру, взаимодействие трех случаев, то уже процент обнаруженных дефектов будет меньше. И проводились определенные исследования, вообще этот метод существует с 1987 года, очень давно, который нам говорит о том, что именно вот на этом взаимодействии двух тестовых случаях возникает наибольшее количество дефектов. Самая такая известная цифра 97%, но вообще в целом диапазон начинается, скажем так, от 67% до 97%. То есть это достаточно точный метод, который нам позволяет с минимальными усилиями, с минимальным количеством тестовых случаев провести тестирование. И опять же, если вы видите, к примеру, в тестовом задании, которое вам выслали заранее, либо же на самом собеседовании, большое полотно с огромным количеством различных параметров и значений внутри них, то с большей долей вероятности от вас будут просить выполнение и использование в работе техники тест-дизайна, такой как pairwise тестинг. То есть обычным тестированием класса эквивалентности, либо анализом граничных значений вы здесь не обойдетесь. И опять же, мы с вами вспомним такой принцип тестирования, как исчерпывающее тестирование невозможно. Если вы подзабыли, что он значит, я думаю, в принципе, по умолчанию понятно, то сейчас вверху появится ссылка на видео, одно из самых первых, которое появилось на этом канале, где я достаточно подробно рассказываю про 7 основных принципов тестирования. И вот как раз исчерпывающее тестирование один из них, который говорит нам о том, что исчерпывающее тестирование провести невозможно. То есть мы не можем протестировать абсолютно все. Все. Вот даже в нашем примере, который мы с вами сейчас будем рассматривать, как мы с вами видим, у нас здесь есть 6 различных параметров, и у каждого из них есть определенное количество значений. И чтобы нам посчитать то количество взаимодействий и то количество тестовых кейсов, которые мы должны провести, мы должны просто перемножить между собой все количество значений. Поэтому мы берем 2, умножаем на 2, умножаем на 2, умножаем на 2, умножаем на 3, умножаем на 2. Получаем 96 кейсов мы должны с вами провести. Просто представьте, какое количество времени вы потратите на перебор абсолютно всех вот этих тестовых случаях, которые мы бы проводили, если бы использовали исчерпывающее тестирование. Как вообще проводится pairwise тестинг? Существует 2 подхода. Есть так называемые ортогональные массивы, звучит очень сложно, и есть алгоритм all pairs. Мы с вами рассмотрим именно сегодня алгоритмы. Про ортогональные массивы вы можете прочитать дополнительно. Я оставлю обязательно все ссылки на полезные статьи, как на русском, так и на английском языке, где вы сможете ознакомиться с тем, что это за техника такая, и какие подходы применяются, как их использовать. Но именно ортогональные массивы это не так распространено, как именно all pairs. И инструменты, которые мы дальше также с вами рассмотрим, используют именно алгоритм all pairs. Поэтому сегодня про ортогональные массивы я рассказывать не буду. Итак, у нас есть вот такая табличка. Она опять же основана на форматировании шрифта в пакете Microsoft Office. И я взял 6 таких вот параметров. Формат, размер, редактор, операционная система, шрифт и цвет. То есть представим, у нас есть какой-то гипотетический текстовый редактор, не обязательно Word, в котором мы можем вводить текст, используя именно такие правила для форматирования. И что мы должны с вами сделать? Мы должны на основании вот этой таблицы с входными данными начертить свою, которая уже будет включать в себя такую технику тест-дизайна, как попарное тестирование. Самый первый столбец у нас будет шрифт. То есть мы на первое место ставим тот параметр, который имеет наибольшее количество значений. Из всех перечисленных это шрифт, здесь три значения. Поэтому мы берем наш шрифт. И мы должны написать все вот эти шрифты парочками. То есть мы берем Arial. Пишем два раза. Берем Calibri и Times New Roman. Вот такая пара у нас получилась, самая первая. И дальше мы должны остальные наши параметры разместить по мере их убывания. Так как у нас везде в остальных их количество равно двум, то есть не имеет никакого значения. Если бы какой-то из них содержал только одно значение, мы бы ставили его на последнее место. Поэтому давайте скопируем все вот это. Добро. Так. И далее мы должны расставить все наши значения таким образом, чтобы у нас появились абсолютно все парочки вот этих взаимодействий, которые могут возникнуть между ними. Опять же, как только у нас появляется одно такое взаимодействие, нам не нужно тестировать его во второй раз. Достаточно одного такого кейса. Что касается столбца с форматом, здесь ничего сложного. Мы просто копируем эти значения. И у нас теперь есть вот эти парочки, которые покрывают все возможные взаимодействия. Далее берем размер. Делаем все то же самое. И если вы обратите внимание, у нас теперь есть парочка Cursive 12, жирный 14, но нет парочки Cursive 14 и жирный 12. Так быть не должно, так как мы с вами должны найти абсолютно все вот эти взаимодействия. Поэтому мы в одном из этих значений просто меняем местами их, чтобы мы покрыли все кейсы. И теперь у нас нет такого противоречия. То есть мы покрываем все пары. Arial 12, Arial 14, Arial Cursive, Arial жирный, Cursive 12, жирный 14. И если мы с вами проверим все остальные значения, то они позволят нам покрыть все вот эти взаимодействия пар. Дальше мы берем редактор. И таким же аналогичным способом копируем. И здесь опять же вы сможете обратить внимание, что у нас не хватает еще одной пары. Для этого мы берем и переставляем местами Notepad и Word. И опять же, если вы все это дело проверите, то у вас будут все пары. Давайте выделим другим цветом то, что мы меняем местами. Просто чтобы было более или менее понятно, как это работает. Даже если вы не сможете разобраться в самом этом методе, вы запомните алгоритм, как это должно быть в голове, чтобы потом без проблем это воспроизвести, при выполнении тестового задания на интервью, либо же при получении его по почте. И теперь делаем аналогично с нашей операционной системой. Так, так, так. И здесь мы уже должны с вами поменять местами не одну какую-то парочку, а две. Опять же, это предопределено тем, что мы должны рассмотреть все с вами тестовые кейсы, которые у нас есть, и взаимодействие между собой. Так, так. На досуге сможете просто пересмотреть еще раз это видео, либо же я могу добавить эту таблицу в описание, я, наверное, так и сделаю, чтобы вы на примере смогли попросту просмотреть все эти значения и убедиться лишний раз в том, что да, мы рассмотрели абсолютно все пары, которые могут быть. И в самом последнем нашем столбце есть загвоздка в том, что у нас не хватает еще одного дополнительного взаимодействия. И чтобы не нарушить структуру всех остальных, скажем так, наших выстроенных кейсов, мы должны добавить нехватающее взаимодействие вот в эту третью строку, которую мы специально сделали в начале того, когда занялись этим вопросом. И если вы обратите внимание, у нас есть курсив черный, жирный красный, но у нас нету курсива черного, поэтому давайте добавим его сюда. Далее мы с вами опять копируем черный красный. И мы не рассмотрели такой вариант, когда у нас жирный становится черным. Поэтому тоже добавляем такое значение сюда. И последнее мы просто копируем наши цвета, так как остальные уже пары мы с вами рассмотрели. И у нас остались пустые места, которые мы с вами можем заполнить абсолютно рандомными значениями, так как они абсолютно ни на что не влияют. Мы уже рассмотрели все взаимодействия вот этих парочек, хотя бы по одному примеру каждой парочки у нас есть, поэтому здесь мы просто добавляем рандомные какие-то значения. Они ни на что не влияют. Так, давайте их тоже выделим другим цветом, чтобы вам было потом наглядно видно, что мы добавили. Так, давайте так сделаем. И у нас получилось всего 8 кейсов. То есть видите, какая большая разница. И эти 8 кейсов позволят нам обнаружить в лучшем случае 97% дефектов. В отличие от 96, которые позволят это сделать для 100%. Разница не велика. То есть риски здесь минимальные. Поэтому эта техника очень часто и используется в случае, если у нас большое количество каких-то различных критериев, категорий, параметров, значений. Называйте это как вам удобно. И как только вы видите, опять же повторюсь, такое многообразие в вашем тестовом задании, то это сразу триггер на то, что вам нужно использовать попарное тестирование. Это то, что касается ручного написания и подготовки тестовых данных. Но мы не имеем права тратить большое количество времени на то, чтобы еще ручками это все прописывать. Для этого созданы прекрасные инструменты, которые позволяют нам буквально за секунды решить эту проблему. И давайте посмотрим на них. Есть такой сайт Pairwise.org. И на нем сосредоточены тулы, которые сейчас существуют вообще в мире, в нашей объективной реальности. Как вы видите, их очень много, 52 на данный момент. Но, наверное, самый известный из них это PICT от компании Microsoft, которую мы с вами сегодня разберем. И я хотел бы вам еще показать вот такой вот инструмент, который можно найти в интернете. Это PairwiseTeremocGames.com. Он работает следующим способом. То есть вы прописываете точно так же, как мы с вами делали вот в этой табличке, различного рода названия параметров. Давайте назовем их как-нибудь. Test1, Test2 и Test3. Здесь вы добавляете то количество строк, которое вам нужно, чтобы указать те значения, и значения, которые у нас есть. Например, давайте будет Red, Blue и Гри. Здесь у нас будет какие-нибудь числа. 100, 200, 300. И здесь давайте добавим Male, Female, и пусть будет Unknown. Так мы сформировали такую таблицу с нашими параметрами и значениями. И теперь мы можем создать файл, который учтет именно Pairwise. Нажимаем на Generate Pairwise. Получается эксельская таблица. Сейчас она загрузится. И здесь расписано, какие кейсы мы должны провести. И опять же, для чистоты эксперимента вы можете взять этот сайт и сгенерировать абсолютно все комбинации. Он тоже позволяет это делать. И здесь, как вы видите, уже 27 кейсов у нас получается в таком случае. То есть количество сокращаемого времени и количество сокращаемых тестов будет равно 3. что не может не радовать рядового тестировщика. Это такой простой инструмент. Опять же, ссылку я на него оставлю. Также на перечень всех инструментов, которые вы также можете использовать в своей работе. Но какого-то одного из них будет вполне достаточно для решения ваших основных задач. И еще такой бонус. Меня часто спрашивают о том, как можно генерировать различные тестовые файлы с определенным размером, с определенным разрешением. Вот, кстати, Terremote Games позволяет это делать тоже в File Generator. У них есть такой. Вы можете, например, сгенерировать GPG-файл. Давайте не будем сморачиваться. Теста. Напишем его размер. Можно байты, килобайты, мегабайты, гигабайты. В общем, пишите размер, который вам необходим. И нажимаете на Download File. Он у вас скачается, и вы сможете использовать его в своей работе. Такой вот приятный бонус. Пользуйтесь на здоровье. И давайте теперь поговорим про инструмент PICT. Для начала нам его нужно будет скачать. Это можно опять же сделать на вот этом сайте. Мы нажимаем на PICT, и он сразу нам скачивает необходимый установочный файл MSI. Мы его открываем. Проходим нашу установку, так как он у меня уже установлен. Я могу сделать его реинстал, но я не буду это делать. То есть вы просто переходите в Next, Next, Next. Он скачивается в определенную папку. Запоминайте расположение этой папки, так как оно вам понадобится для того, чтобы в дальнейшем использовать этот инструмент, так как его нужно будет вызывать из командной строки. И в конце будет возможность прочитать гид, гайд по этому инструменту, где подробненько будет расписано все его основные функциональности и как с ними работать. То есть вы его скачиваете. Я уже его установил предварительно. И что вам нужно сделать дальше? Вы должны найти папку на вашем компьютере, куда установилась данная программа. И ее можно запустить, как используя командную строку. Но я вам покажу другой способ. Через PowerShell. Как это сделать? Вы нажимаете на Shift на своей клавиатуре, на правую кнопку мыши, и у вас появится дополнительная такая строка «Открыть окно PowerShell здесь». PowerShell позволяет нам работать, как и с командной строкой, с файлами. Но перед тем, как нам работать именно в PowerShell, нам нужно еще создать файлик с нашими тестовыми данными, с теми параметрами, которые мы хотим запервайзить, назовем это так, то есть использовать в упарном тестировании. Нам нужно создать именно в этой папке текстовый документ. Текстовый документ. Давайте его назовем как Initial, например. И далее мы должны прописать все наши параметры и их значения, которые нам нужно протестировать. Давайте что-нибудь придумаем. Пусть будет Gender. Пишем двоеточие, это название нашего параметра, и перечисляем, какие у нас там могут быть значения. Male, Female, и давайте будет Unknown. Дальше мы можем добавить Age. Пусть это будет 18, 21, 45. И еще какое-нибудь значение. State. Пускай это будет Нью-Йорк, какая-нибудь Аляска, если я не ошибаюсь, напишется так. Сохраняем. Так. У нас все сохранилось. Это наш файлик, в котором содержатся тестовые данные. Что нам нужно сделать дальше? Мы переходим к нашему PowerShell. Запоминаем, нажимаем Shift, правая кнопка мыши, открыть PowerShell. Либо же через командную строку, как мы это обычно делаем с такими инструментами. И здесь мы должны написать следующее. Пишем Picked. X. Это наш исполняемый файл. Название того файла, в котором у нас содержатся наши тестовые данные. Пробел. Знак Больше. И, к примеру, давайте напишем его TestCases. XLS. Мы можем здесь, кстати, использовать и в формате XT. Но в XLS просто легче форматировать, и он более удобен для восприятия. Нажимаем на Enter. У нас ничего здесь не появляется. Но если мы зайдем обратно в нашу папку, и откроем файл TestCases, соглашаемся, у нас сформировались необходимые нам тестовые кейсы, используя алгоритм AllPairs. И все, теперь мы можем это дальше использовать. Здесь можно все это дело форматировать тем способом, который вам удобен и необходим. И все. То есть ничего сложного в этом нет. Устанавливается инструмент просто, запускается из командной строки. Перед этим не забываем сформировать, генерировать файлик с тестовыми нашими данными. И уже используя командную строку, переделаем его непосредственно в тот формат, в тот файл, который нас интересует, и используем в дальнейшем для целей тестирования. И также не забудьте прочитать книжку Lee Copeland A Preactionist Guide of Test Design, кажется, она так называется, где очень подробно и хорошо расписано про все возможные техники тест-дизайна. Это такая прикладная книга любого тестировщика в этом вопросе, которая позволяет нам проводить наименьшее количество тестов, но с максимальной выгодой для нас и для максимального обнаружения багов в нашем программном обеспечении. Ссылка на нее также будет в описании к этому видео. Если вам понравилось это видео, то не пожалейте, пожалуйста, лайк, и напишите комментарий, так как это очень важно для продвижения канала в целом, так и отдельно этого видео. Если остались какие-то вопросы, опять же, задавайте их внизу. Если вы здесь впервые, то у нас достаточно интересно на этом канале. Я стараюсь рассказывать полезные вещи, особенно для начинающих тестировщиков. И подпишитесь на остальные социальные сети, где мы также общаемся, делимся какой-то дополнительной информацией и отвечаю на ваши вопросы, которые у вас возникают как в моменте, когда вы ищете работу, так и уже после трудоустройства. А на этом у меня все. Милости прошу к нашему шалашу. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok